Так, шьем восточную кофточку. Чтобы не делать мерок и выкроек, берем ту кофту, которая у вас есть. Я взяла и кофту, и майку. Контрольный, подходят обе. Складываем вдвое материал. Вот, он сложен у меня даже в четверо. Вдвое, а потом еще в четверо, вот там. Згин. Я вот здесь вот так вот разрежу, чтобы у меня был большой-большой рукав. Разрезали процесс, как я разрезала. Теперь делаем талию. Я буду разрезать вот так, делать клеш. Хочу попробовать, как оно будет. Вот такие лоскутки, 4 штуки. Я не знаю, что с ними делать. Разве что на маске нашивать. Сверху черных масок тоже будет красиво. Вот так на черном. Симпатично. А то маски такие все некрасивые. А с этим, может, будет лучше. Да, да, да. Я создала шедевр. Вот такую маску. И будем делать горловину. Видите, вон уже сколько вырезала. Горловину сделаю небольшую, чисто, чтобы голова влезла. Померяю, а потом посмотрю, какой я хочу вырез. Вот такой вырез, видите, голова влезет, но нету там вырезов по-другому. Вот я померяю и посмотрю, как я хочу вырез спереди сделать. Да, вот я ее одела, я ее еще не пошила. Да, вот. Рука вот так. Вот горловина. Все прекрасно. Просто теперь осталось зашить. Получается, 3 четверти рукой. И готовая копточка. Чтобы измерить, какой у меня рукав настоящей длины, я складываю. Видите, опять. Опять получается в 4 части. На 4 части квадратиком. И сейчас приложу свою кофту. И узнаю, какой длины у меня рукав. Приложила свою кофту. Вот длина моей руки. Вот по саму как раз горловину. Вот почти. Там 2 сантиметра. Что? Мы дорезаем вот. До подмышки. И здесь обрежем по вот этому шву. Точно так же, как в реальной кофте. Так и вы можете шить. Прикладывать к той одежде, которая у вас есть. Моделировать. Обрезала. И у меня получается рукав длиннее. Ну и я кофточку пододвину. Здесь немножко подрежу. И она у меня будет немножко короче получается. Но все так же симпатичная. Вот здесь обрежу, чтобы была одна сплошная линия. Вот так, наверное, где-то. Вот так вот. Вот так обрежу. Будет кофточка. Сейчас ее обрежу, разложу вам. И вы поймете. Один рукав. Но коричневая на коричневом ковре может не очень хорошо видно. Само туловище. Вот, вот, вот. Туловище. И еще один рукав. Вот кофточка моя. Я буду вручную. У меня нет машинки. Вот это вот сшивать, вышивать. Потом дойду сюда. И здесь главное. Главное. Не продолжать сшивать дальше. Оставить подмышку. Для этого здесь нужно оставить отметину. Например, начать вышивать отсюда, туда. Это так вам инструкция. Первое выворачиваем наизнанку. Вот видите. Здесь красивее блестинки. Здесь немного по-другому. Вот это изнанка сейчас у нас. И я начну. Приложила к своему реальному рукаву. И начну отсюда сшивать. А здесь будет начинаться вот пройма она называется. Я понимаю, что не идеальное сотворила. И зеркало нет. Ну уж простите. Но как по мне, то для человека, который не швачка, это шедевр. Аккуратненько. Даже вот подшила, чтобы было аккуратно. Вот такой шедевр создала. Такую перчаточку.